Он прям бомбит уже очень многих героев. Ну да. Хотя я, кстати, перечислил только тех, кто находится снизу. А там сверху еще присутствуют Феникс, Хускар, Умни Найт, ну и так далее, и так далее. Тренд. Да. Как-то можно про дерево забывать. Ну, в принципе, у нас кто там еще остался из интересных? Ну вот есть Течис, но, наверное, вряд ли. Есть Аркварден, но... Но Лил не одобрит. Так, кто там еще такой интересный? Которого мы не видим так в пиках. Вроде бы больше никого не осталось. Бля, как-то мало героев на самом-то деле. У нас на третью карту. Вроде бы 60-ок, как-то мало. Ну, мне, например, очень нравятся ауры. По-прежнему в пуля находится Винга. Правда... А еще кто? Только она... Только она находится. Не, еще Чен есть. Еще есть Чен с клепами. Еще есть ВК. Мало, да, мало-мало-мало. Очень мало. Аура хорошая. Так, веника забанили. Ну, будем заливать чем-то. Под Кентавра и Варлока. Кентавра иницирует. Такая фраза, двухскусственно получается, будем заливать. Ну, заливать это значит, что Кентавр... Ну, да, вливать дэмэдж. Но главное сейчас так не облажать на стадии пиков, чтобы потом не заливать в игре. Нужен ДПС. Третье решающее. Чтоб под бандами развалить. Ну, Кентавр, я думаю, Керри. Все-таки Резолька вот на Кентавре Керри... Он скатал на Веск, ему понравилось. Крайски его стратегию взяли у Империал. А потом и в пабчиках он катал на стримах, на Кентавре. Кабинеты ломал знатно. То есть, что Кентавр Керри. Уверен, что Кентавр, он... Вот очень многие игроки его любят тем, что он может идти как в легкую, так и в сложную. Поэтому тут можно будет еще посмотреть. В зависимости от того, какие коры у противника. О, земель. Заливочка. Заливочка есть. Заливунчик? Да, заливунчик. Продолгу он, конечно, заливает, но все равно пойдет. Надо вообще брать, знаешь что, колом. То есть, сейчас открывать канал Рухаба. Университи. Смотрите ролик НС и брать себе панду. Потому что и бонцы, и магнитаз ты снимаешь просто одним циклоном. Все, изи. За кантри. Прям по полной. Диспелом, может быть? Да. Но это вообще и получается жестко. Ну да, диспелом. Это слишком жестко. То есть, варлоки земелья, его просто вырубить, это все. Задиспелить и... Как бы, что дальше делать? Как бы, вся стратегия пошла наперекосяк. Давайте. Свиндлс, ты лучший драфтер планеты. Должен знать, что нужно брать в эту ситуацию. Вот просто пикаешь сейчас брюшку, и все. Легчайшая катка. Не знаю, по-моему, в Рейскинг сейчас выигрывает игру для колов. Он идет вперед, он впитывает в себя и големы, и проказ кентавра, и все, что там есть в Рейскинг, и при этом его не убить. Если не в Рейскинг, то... Как я видел стратегию. Ну, а команда, если погибнет, а ВК потом последний. Так ВК на передовой. Он цепляет одного героя. Вот когда так мало юнитов осталось, то он хорошо смотрится. Если не ВК, то Хускар. Как бы, Хускара уже сложно убивать. Хускар вообще в пабе очень многие герои его обузят. Там из серии Хускара Минайте некоторые люди берут, там, 7500. Вот, у них это очень легко получается. Они просто говорят, возьми, пожалуйста, вовника, я хусиком, и поехали. Сложно контрить. И сложно контрить, когда у тебя есть все герои. А сейчас осталась половина, даже меньше половины. И, по-моему, Хускар под дазлом разваливает. Просто мочит. Ну да. В принципе, неплохо, где-то то, что Акс уже был пикнут своими колами, так что... Да. В лицо себе топором не получишь. Ну, в любом случае, его можно взять на четвертый пик. По крайней мере, слишком быстро его палить нежелательно. Сейчас нужно что-то придумать со вторым суппортом. Или с мидером. То есть, взять какого-то, допустим, мобильного мидера. Все равно ласт пик у DC. Все равно у DC как-то мидера отконтрит. Поэтому нужно взять что-то в мид, что будет стоять в любой ситуации. Какой-нибудь вайпер, допустим. Улыбается. А они что-то призадумались. Чё-то прям совсем время теряет. Притом, что это всего лишь навсего третий пик. Ну, Антон Массасинка. Он знает, как нужно пикать. Да, в мид. Тоже, кстати, стоит против большинства. Сложно ее загнобить. Ну да. У нее миссы, много армора. Если ей тяжело, то начинает фармить дротиками. Сбалансированный персонаж. И нужен тот, кто соберет МКБ. Но это точно не Кентавр. Кентавр, кстати, уже на кэре слабо смотрится. Кентавр на кэре уже не так хорош, поэтому... Я бы на месте Дайра отправил его вообще в харду. Пусть он там стоит и дает стампит. Так, Магнус. Ооо, какие тут герои уколов опасные. Ну да, стратегия такая хорошая получается. Да, ну против плюс арморов ДП-шечка была всегда хорошая. Все-таки сифоны, они носят магический урон. И особенно, когда тут бегает много милишников. Она в особенности начинает их уничтожать. А Магнус, в свою очередь, это супер баф для Фантома. Пять секунд, осталось. Прям, по-моему, круче Магнуса для Фантомки ничего нет. Разрешно в Бладсикер. Резерв-тайм. И получается... Да, нет, Магнус покруче будет, чем БС. Ну. Магнус как бы вот. Не, ну БС я еще... И пауэры слишком жестко. Не, ну я еще считаю то, что БС на вражескую цель кидает в свои ручки. Ну как бы, да. Ну блин, это Магнус. Это Магнус. И снизу очень крутая связка в лейте. ДС нужно идти и пушить, по-хорошему. Если, не дай бог, они зайдут в лейт-гейм, и вот это все под плюс арморами и импауэрами выйдет на передовую, то это не убить. Кентауэр, он, конечно, молодец. У него там есть аура, которая возвращает урон, но Фантом к в лейте будет раздавать, там, 2 АК критов. Может быть, там, 2 АК крита с лишним. То есть, в любом случае, кентауэр не сможет танковать. И нужно идти. А колом нужно просто удержаться. Любой герой... О, кстати, помнишь, я говорил про Рейс Кинга? А ты видел? Да. Лол. Лол. Помнишь, я говорил про Рейс Кинга, который идет вперед, впитывает в себя, вот, весь проказ. Ну, вот он и пойдет. Вот он идет на передовую. Честно говоря, Хускар намного лучше выглядел, вот когда уже такой пик, но Рейс Кинг тоже хорош. Они оба хорошо заходят. DC не выигрывает лейт. Нужен... Кто нужен? Дай-ка посмотрю, хоть... Кто-то нужен. Ну, не знаю, на самом-то деле... С потенциалом на пуш. О-о-о-о, вот это... Вот это поворот. Так. Вот, ты видишь это? Вижу. Вот, это будет весело. Давай, возвращаемся. Ну, не знаю. Ну, что это, не знаю. Четыре миличника и медуза. Stone Gaze бежит. Фантом, Коврес Кинг, Магнус Акс. Что здесь такого? Кстати, пушит она тоже может. Она собирает какую-нибудь линкенсферу, идет на передовую и танкует. У нее очень много хп. Базу она, конечно, бьет не больно, но у нее очень хорошо высасывает ману змейка. В начале игры, когда у героя, в принципе, очень мало маны. Да и... То же самое касается в Рейс Кинга. И она... Хороший щит, вот, для всей этой кампании. Молодцы, что Кентавр отправляют в харду, а Медуза на кэрри. Медуза может выиграть игру. Медуза вот всех этих героев не чувствует. Если... Равные артефакты. Ну, в принципе, как бы да, но... Блин, там Медуза как бы кэрри, а там все-таки ВК, Фантомка под Магнусом еще сверху. Коров больше. Редакий жесткий. А вот Кентавр из харды вывезет на тебя прям жестко. Там Тарасачи. Может, там пару даже Тарасок. Будет ему там сложно такое все нафармить. Поехали. Ну, кстати, я так смотрю, у нас трансляция подписана, что играет OG и Escape. Почти, почти. Ну, я вообще-то делал, вот, ну, то, что мы комментируем, DC Call, но почему-то не поменялось, не знаю почему. Я сейчас сделаю. Это Твич ТВ. Ну, третья карта, как раз, самый тайминг сделать. Т, тайминг. Там иногда бывает такое, то, что лагает просто, и ты как-то стараешься что-то там поменять, но не работает. Такое бывает. Да. Бывает такое. Ты типа споришь. Ну, для Жески у Гейба. И можно сегодня. Такое себе позволительно. Так, сейчас я поменяю. А, нет, она нормально показывает, я не знаю. Страница у вас, наверное, не обновлена. Потому что я зашел, тут все хорошо. DC Call, Best of 3. Illumination Mode 2. Комментируют Light of Heaven и Texos. Все хорошо, не надо. Дизинфа в чат. Давай-ка я тебя погромче сделаю. Да не, это я сам себя погромче сделаю. Я просто тебя нож подкручивал. А то писали, что в одно ухо слишком громко. Я симпатичный. Просим прощения. Так, ты все-таки отдаешь предпочтение в пике для DC, да? Ну, я бы сказал, я отдаю дань Медузе. Дань? Да. А если бы не Медуза, я бы поставил на комплексе. Те уж слишком сильнее они в лейте. Но вот даже если колы будут, даже если DC будут под минус армором, например, Даззл там настакает, даже если Эмпауэр будет на Рескинге и Фантомка в 6 лотов, Медуза одной кнопкой говорит им назад. И все. Какая-то Медуза. Да. Муша вот, кстати, вот на этой Медузе довольно-таки много игр выиграл. Вот там все время игры идут, идут, идут. Вот что-то люди пикают, там одного миличника, второго миличника, третьего миличника. При этом многие из этих миличников бьют с руки, и он каждый раз берет Медузу и вообще не парится. Хороший пример это игра против LGD, когда LGD взяли типа супер ОП героев, вот на тот момент это и Алхимик, это по-моему и Жерманила, и Лайфстиллер на ферст пик. А он просто это дело посмотрел, взял Медузу и развалил в лейте. Ну, мы шешали, там, кстати, поймали с Виндуса, с Виндус, неприятно. На миличника, да, видишь, пошел паскетинг у нас сейчас, а с Виндус и фон пас Виндусу, с Виндусу очень больно, и это ФБ для Саксы. А дальше еще погибает у нас Фантомка и GK тоже Виндус, даблкил для Мунминдера. Неплохой старт, неплохой. Вообще отличный старт, банды зашли, РНЖ расстреляли. Вообще, начально, когда стрял Дазл, по-моему, вообще не было смысла драться, нужно было сразу уходить, но вот решили спасти Свиндлза, и этого не стоит. Начинается. Так, секунду. Сейчас я теперь тебя потешить сделаю. Да я могу, кстати, потешить сделаю, скажи, давай я. Мне будет удобнее. Ну, я не знаю, меня тоже просто крутишь и все. Фейс. Ну ладно, сделайте тебе удобнее. Давай посмотрим, что будет в миде. Первое. А у нас зефрик суппорт, а Магнус в миде стоит. Вот она схема рабочая. Вот она стратегия. А, кстати, Андрей, у нас еще и первым левелом в качественного канцела Эмпауэр, который он повесил на Фантомку. Страта. Тут смотришь, что Мизери творит. Лишает экспы. Следит за Аксом. Он может и постелить. Ну да. Правда, его сейчас нашли здесь. Зефрик. Нашел. Мизери. ВК стоит, по всей видимости. Почти. И уехал. Да, почти получилось. А там ВК у нас развалил лицо Мунминдеру. Ну, странно подставиться, в самом деле, как бы, первый левел у Даза, первый левел у ВК и Кентавра, у которого, в принципе, ну там и по хилу все хорошо было, и по закому все неплохо. Он просто подставился и умер. Ну, при этом у него еще щиток, при этом тот же Акс, как мы видим, занят в лесах. И то, что умирает один против двух суппортов, так рано, это очень странно. Ну да, учитывая то, что, как бы, он получился тут, ну, хорошо так по левелу. Позадать пошел по Мунминдеру. Мунминдер, ну, сейчас может погибнуть. Здесь еще раз. Подкил бы еще здесь фунды. Тут рядом находится у нас еще земелья. Мизерия мимо. А Мунминдер, тут Фантом, Казефрики. Это минус Мунминдер второй раз подряд. Ну, зачем это было делать? Ну, слишком нагло играет. Ну, все-таки, пыталась себе знать этот даблкил в начале. Слишком, может, поверил свои силы, на самом-то деле, как бы, он там поднял. Ну, поднял, конечно, но не настолько много, чтобы прямо вот так вот агрессивно сейчас выходить и все, что-то безнаказанно. Вот очень агрессивно выходит так. Сагрит Медуза. Медуза живет очень плотно. Мог подождал пока пропушит тавра, после этого ворвался. И чувствует себя довольно-таки комфортно. У него талончик есть, при этом еще имеется небольшое количество регена. Крепы пушат под вышку и он вот так вот чудесным образом формит. Ну, кстати, по поводу вот Му и Мун Миндера. Вот все-таки выиграть сейчас будет, ну, это, по-моему, первый матч между DC Complexity. И так сейчас, если выиграть, учитывая то, что, как бы, тебя с команды убрали из-за того, чтобы взять, ну, второго, Муна, то, я думаю, здесь у нас Му нацелен на победу очень сильно, замотивирован. Ты думаешь, он как В3-3 и как Эмби поедет на Интернешнл? Ну да, Викор тоже часто пишет. А Губи и нет? Да, такой может быть. Ну да, в общем, Губи и нет. На самом деле, как бы они едут оба сейчас, вот в Бостон. Там, в Бостоне, как бы, хотелось бы увидеть, чтобы матч был между этими командами. Там тоже, как бы, знаешь, свои, там, терки. Свои драмы, интриги. Да. Ну, это, как бы, на самом деле интересно. Ну, в плане даже, как бы, смотреть матч. То есть, лавы даже могут, как бы, потасовать, там, знаешь, таблицу, чтобы они играли вместе. Кстати, очень тут на тоненького ушел у нас Мун Миндер. Я думал, уже погибнет. Ну, уже лучше. Уже лучше стоит. Получает стаун от Рейс Кинга. Оп! Свиндлск. Двух крипов забрал. Да, и тут же делает телепорт. Ну, вот, если так будет делать и дальше, то на этой линии его будет убивать сложновато. Ну, это да. Но, знаешь, он делает телепорт все-таки на фонтан, потому что битый. И ему нужно будет на линии добираться пешком. А это, ну, сейчас, допустим, даже без бутца. Это долго. Ну, как бы, его никто не заставляет на эту линию возвращаться. Если что, Эрспирит может всегда получить экспу. В шестом уровне будет рад. А Кентавр с талончиком пофармит лес. Например, возьмет себе шестой. Тоже опция. Ну, как вариант, в принципе, можно так сыграть. Так, у нас там земелья выехал. Ну, и, в принципе, с Windows спейсит. Спейсит. Правда, от Fairy Fire был потрачен зазря. Потому что бы сэкономил все-таки. Денег стоит. Акс снова уходит с Элиса. Продолжает моих активно фармить. Тут же наблюдает за тем, что DC уже начинает пушить вышку. Подходит сюда. Варлок пушит линию бандами из Мега и Медузы. И начинает пушку пробивать. Тем временем в миде нападение на V3-3. Успевает он, закинуть Сифончик по Магнусу. И Магнус бежит. У Магнуса очень быстро эмэс. Тут канцела не добивает. И сейчас будет у него Скьювер. Поехал на Скьювере. Есть у него как раз кишок вейв. И это минус Виха. Далеко. Очень далеко. Так что тут Бизери. Так-то тоже больно будет. У нас все-таки Зифрик сейчас вот под бафом, под Эмпауэром неплохо так разваливает лицо. И отличный блок пошел во время Руни Болдера. И это дабл пил для Гэнсела. И Варлок погибает сверху. Даззл с Аксом разваливают вдвоем. Даблу в виде Медузы и того же Варлока. Бегут за Резолюшеном. И дальше по-моему нет смысла бежать. Он все равно. Ну знаешь, на самом деле вот в комплексе вчера дали бой, ну неплохой дали бой EG. И сейчас вот сражаются против DC. Ну очень как бы хорошо играют. И на самом-то деле как бы комплекс все смотрятся весьма-весьма неплохо. Хотя все думали, что вот всякие колы вот после ухода игроков ключевых очень сильно нас дадут. Но на самом-то деле как бы стратегия, новая стратегия 1 плюс 4 работает. И вот Свиндлз нашел таких хороших ребят. И все-таки они тачат им игру. Ну я бы сказал, что Мо, он по-моему достойная замена тому, кто в этой команде был на харде. Я даже не помню кто там был на харде. А, Свиндлз был на харде. Ну там по-любому достойная замена. Свиндлз был суппортом. Нет, Свиндлз был в харде. Да? Да. Он... По тому поймали. Пошла РПшка у нас по Мунминдору. И Мунминдору сейчас будет неприятно. В принципе станчик от ЖК. А, сейчас еще разменяется, кстати. Нет, не получил от ЖК. Крипы не напьют ли? У нас квест осталось, но благо выжил. Что у нас здесь? Я могу рассказать, а вообще о карьере с Виндлза сейчас вот ДП-чика мимо пройдет, поскольку у него там был довольно-таки интересный путь. Не менее интересный, чем у этой 3, подрубающего ультимейт и преследующего Магнуса. Он вот так вот бегает, бегает, бегает. Магнус бежит, скивер очень скоро будет. Саленсу у этой 3 нет и минус ультимейт дес профит. Забавно. Ну да, пустую. Надо пушить. Ну, в принципе, можно попробовать пушить, конечно, но сложно. Но знаешь, есть все-таки плюс в том, что ультимейт был поражат под Аркейн Руной. Маленький плюс. То есть кулдаун чуть поменьше. Ну хоть что-то. Ну, в любом случае, Магнус сыграл хорошо. Сверху, тем временем, выход на Варлока. Варлок 1. Подходит Эрспирит. Ножниками закидывает Зифрик Саксу. И Сакса продолжает себя захиливать. В этом патче захилочка работает на ура. Но тем временем, Магнус агрит двоих. И, может быть, получится забрать Эрспирита. Ну, не круто. Он еще один раз. Пытается у нас отсюда уехать подальше Мизери. Уехал, в принципе, Зифрик. Все еще жив. Силы у него нет. И тут ВК уже. ВК с ультимейтом, кстати. Ну, так чисто. Пришел команду поддержать. И, в общем, разошлись без врагов. Так вот. Немножечко о Свиндлзе. Он вообще начинал свою карьеру в миде. Потому что у него на суппорте был Флай. Флай – это нынешний капитан команды OG. Ну, и, видимо, просто он берет те роли, которые команде нужны. После того, как Флай ушел, он решил стать хардлейнером. Потому что там был второй суппорт в виде Ханскина. А Ханскин играл в этот момент только на суппортах. И он начал проверять свои силы в харде. В харде, честно говоря, у него получалось, ну, более-менее. Но, откровенно говоря, можно было бы и лучше. Намного лучше. Как у ФНГ, в принципе. Да, да. В общем-то, как у ФНГ, как и многие суппорты, которые думали. Сейчас я там всех разваливаю один, а после этого... Там, десятая позиция по Нетворцу. Все, впрочем, ничего удивительного. И... Сейчас он играет с суппортом. Но, видимо, только из-за того, что Мо – сильный оффлейнер. Поэтому... Я думаю, рано или поздно мы с Windows можем увидеть на кэре. Если вдруг некому на кэре будет играть. Ну, да. Ну, в принципе, восьмая минута, как бы, фрагов сделано десять. Игра, ну... Снова такая вот, весьма активная. По сравнению со второй. Ну, и пока у нас, как бы, какого-то лидера здесь определить сложно. Вот так можно включить. По Нетворцам у Медузы. Все, немножечко лучше, чем у Рейскинга. Там поймали у нас Мун Миндера. Мун Миндера в опасности. Пошел подлинтач. Пошел, практически, от него... Стампид. И умчался. А Медуза убивает там Фантомку. Но Фантомка суппорта, что не страшно. Да, Фантомочка здесь загуляла. Вообще непонятно, как ее забрали. Чем ее забрали? Ну, скорее всего, знаешь... Было нападение сейчас вот на Кентавра. И он для подсэйва юзайзал Стампид. А там была, как бы, попытка выхода на Фантомку. И, как бы, совпало так, что нападение комплекции пошло в минус для Фантомки. Да. То есть, если бы не Стампид, может быть, бы его не тратили для убийства Фантомки. А, как бы, сейчас сложилось. То есть, и подсэйвился, и убили. Скорее всего, так оно и было. И очень нагло ведет себя Резолюшн на легкой линии. Находится уже почти под Т2. И он может себе это позволить. Как мы видим, у него есть Тангейз. И в наглую фармит. Сначала линию, потом стаки. И просто продолжает одеваться. Заставляю кого-то... Может, ты выход в спину? Или нет? Слиндл спушил в артике заставить. Заставляю кого-то все время находиться на этой линии и отпушивать. Вот сейчас это Зефрик. Отправили наименее ценного. Слиндл с Тюрением расставляет в артике. Ну, не знаю. На самом деле я не скажу, что прям Зефрик-то менее ценный. Все-таки я дал бы эту позицию Дазлу. Зефрик там две стоны творца. И Фантомка все-таки, учитывая то, что в команде еще есть Магнус, она может как-то и подфармить, и даже выйти такого вот... Сами-керри. Даже с помощью прям очень жесткого сами-керри. Ну, если Дазл сейчас пойдет на линию сверху, а Фантомочка будет бегать расставлять варды, то резко Дазл станет самым ценным. Поэтому, ну, по-любому, нужно отдавать того суппорта, которому хотя бы нужен фарм. То есть он... Наимение ценной по сравнению со старыми. Кстати, как тебе... Как тебе раскачка с Виндлза без Креста на штом уровне? То есть у него Грейва нет. То есть сэвить я вас не буду. Прикольно. Но вы там держитесь. Прикольно, что могу сказать. Ну, я не знаю. Ну, как бы Дазл без Грейва, а? Ладно бы он играл против Акса, я это понял бы. Ну, то есть у тебя есть Грейв, но ты его в кастуешь, и он его убьют, как бы смысл. Ну, ладно, допустим, но... Пусть на сдачу в три, а Грейв в ноль. Ну... Не знаю. Ну, странно, я знаю. Ну, хотя бы на единичку можно было бы взять. Ну, да. Так. Так. Ну, что у нас на канцел, а канцел опасности. Да. Сверхайдостанчик. К Double H и минус. Можно продолжать. У Death Prophet имеется ДД, и при этом хватает маны на ультимейт. Магнуса нет, поэтому очень тяжело кидать в скулы. А там выход спину от Ризоля. Прямо так спину зашел, пошел разваливать лица. Големы залетели, но големы неточные. Зифрик пытается уйти, Сирик уходит. И на самом-то деле, ну... Ну, вообще просто бить вышку надо. Они очень далеко бегают. Ну, дороговато было или нет? А Мунминдер, да, да. Получает себя в лицо. Слэмданк. Пошел ультимейт у нас от Ризоля. Вихо, там ликебиты. Вихо, там регенят. Ну, в итоге, ну... Дороговато ради того, чтобы убить ценового Магнуса. Ризоля нужно находиться на передовой. Death Prophet в это время ставит сзади. Убивает крестового Рейс Кинга. И голем все еще есть. Я вообще удивляюсь, почему DC так боятся колов. При том, что Магнус все это время был в таверне. Поэтому у них был голем. Две медузы уловые. И... Акс без блинка. Я очень удивлен, что DC вообще не пошли драться. У них сейчас очень сильен. Fight 5 на 5. Пошли за ВТ-3. Замедление. Больше замедлений. Магнус под Сайленсом. Ну, тут Вихо больно. Вихо погибает. И Килл Блейд от Акса. Ну, в принципе... Ну, не знаю. Как-то странно вышло сейчас от DC. Потому что, смотри. Был потрачен у нас голем. Был потрачен стаппит. Был потрачен ультимейт ДПшки. Ультимейт Ризоля. И... Убили целого Магнуса. И при этом не спушились. Виндус пошел бэковать. Виндус у нас без грейма. Хотя он ему и не надо. Нормально. Жив. Ну и дальше... Не стоит туда идти. Хотя есть РПшка. Не, ну дальше понятно, что ничего не смогут сделать DC. Они отдали ультимейт Медузы. Ультимейт Деспрофит. Ультимейт Варлока. Вот только у Кентара раз подкатился ультимейт. И они никого не убили толком. Ну да. Ну ничего не сделали. Плохо в плане макро от DC. Ну в плане принятия решений. И... Ну да. Кола выглядит намного лучше. Кола возвращает то преимущество, которое завоевали DC. Тысячи экспы, при этом еще 500 галди сверху. Как мы понимаем, у них герои очень зависят от блинков. В первую очередь это касается и Акса, и того же Магнуса. И как только блинки появятся, все изменится резко. Они смогут врываться. Центральная башня сил света разрушена. Кентавр. Ну да. Ольгинские такие прям очень жесткие. Вот Кентавр, кстати, давненько не было Кентавров с блинком. Но этот явно себе его купит. Да, я точно купит его. Поехали. Ну, как бы снова стампид для того, чтобы убить Дефрика. Ну его убили, хотя нет. Хотя нет. Даже под стампидом не смогли Дефрика поймать на стан. Ну и отличная игра от Дефрика. Раскайтил как боженька. Да, Медузе, наверное, когда дает Кентавр ультимейт, нужно подождать, пока Кентавр застанет. И только после этого выходить из-за угла. Там гриппы были. Там как бы если бы не на Медузу, то на хрипов был бы. Был бы линк и вряд ли бы. Ну, вот так просто. А там у нас есть блинк уже уму и му мстит. Муну, по всей видимости. Хотя не хватило тут до, так сказать, летала. Четвертого уровня. Шотган. Ой, пошел. Пошел ульт Медузы. Опять молоко. Молоко отдает Resolution Ultimate. Тут уже все погибли, при этом даже никого не было. То есть мы по-любому не могли кого-либо убивать. И колы продолжают доить фантастика. Ну видишь, все-таки вот эти внутренние проблемы были пофикшены. Ну решили, да. Пауза. Проиграли, конечно, но вот видишь, собрались. Поговорили по душам. И все. Кстати, многие, да, многие спросят, что же произошло во время паузы. Почему так долго началась игра. И по лобби было видно то, что DC сразу зашли в игру и якобы настроились. А колы в это время там, наверное, ну пять ждали момента, чтобы зайти и использовали время с умом. Резоль без ультимейта. Огромное количество фирлики. Она закончилась. Есть магнитаз, конечно. Пошли големы. Но сейчас будет взрыв. На, взрыва подошлись. ЖК у нас без ультимейта. Его в итоге убивают. Муна здесь тоже, кстати, сейчас убьют. И Му погибает. А Свиндлос у нас рейв вкачал. Но он ему не поможет. ТПшки у него нет. И он точно погибнет. Ну, далековато пошли. Даблкил для Вихи. И там еще есть Вики. Были сбиты. Убили Резоля, конечно, хорошо. Но... Нагловато. Нагловато. Магнус, Магнус находился далеко. Не смог он дать свою РП. Когда он подошел, тут уже замес решился сам собой. Отлично подгадал в момент Варлок. Дал хорошенько големы по голове. И после этого накинул свои банды. Ну и Деспрофил, как мы видим, очень хорошо. Кто-то может, если стоит сзади. И ждет, пока миличники подойдут, чтобы можно было повесить сифоны. Да. Так и есть. Кстати, 100 партифактов нас уже вывозят. Я скажу так, Варлок неплохо запаковался. У него уже есть и Баклер, и Хадряцка. Так что скоро будет Мека. Не дурно. Есть у нас Блинг уже. У Кентавра. Резоль у нас хочет пить Амонту. Ну и, в принципе, Юльчик уже готов у нас. Тут у Вихи, а по артефактам в комплекте, в принципе, у них есть все. Ну, как бы, есть эти блинки, которые были необходимы для врыва. И на самом-то деле, нужно сейчас пойти и товара поотжимать. Потому что скушали они товаров целых ноль. Ноль. Миду закачается сверху одна. Самое время что-то себе прикупить. Даже несмотря на то, что она топ-1 по Нетворсу. Но фармить на ней никак не помешает. И остальные герои стоят в миде. Я так понимаю, ждут... Ждут шанса на выход. Нужен смог. Поскольку у Дени все прекрасно видно. Колы, в свою очередь, не отчаиваются. Одна драка и нет показателей. Нужно пойти пофармить. И в Рейскингу срочно нужно взять одиннадцатый уровень. Тем временем... Виндос нападение, ну, снова, знаешь, как боится. Виндос настампит вполне. День. День все это видно. Я понимаю даже, что он разменялся на кулдаун Кентаро. Но я к тому, что день как бы все прекрасно видно. И он решил пойти впитать. В Рейскингу нужно одиннадцатый. Вот он его взял. Все, сто шесть секунд. В идеале вообще в Рейскингу не драться еще, наверное, так, секунд. Нет, левелов пять. Взять себе потом шестнадцатый уровень. И вот тогда он будет раздавать. Потому что разница колоссальная. Шестьдесят секунд и сто шестьдесят секунд. Больше, чем в два раза. Резоль впитывает. Позиционирует себя как танк. Выходит на передовую. Все время стоит перед всеми. И не боится умирать. Ну, это, наверное, его задача в этой игре. Быть на передовой и умирать. Так, там же врыв будет или не будет. Пошел, в принципе, не ход сейчас у нас врыв от Мизери. Касло там Болдер Смэш, который ДжК остановил. Там Акс нарычал. И на самом-то деле нужно отойти. Потому что позиционка крайне плохая. А там, кстати, кого-то поймали. Поймали у нас там... Фантомку? Ну да. Вон глубоко. Вот они втроем бегают. И... Какого-то дизейбла нет. Разве что Голем. Ну, Големы точно не будут. Грейв! В принципе, с Миндлзу не вы... Голем? На кого она с Миндлзу? И замедление... Смотри, как замедление работает. Ладно. Фантал банды, работают ключи. Ну... Вколы не успели. А в итоге мы еще и... Разошлись так слишком уж... В разные стороны. Потому что Фантомка воевала вообще вот здесь. Это было далековато. Потому что команда уже здесь отступала. Там еще и Соло ВК воевал. И Кэнсел, но Анатомик погибает. От Мун Миндера в Соло. Ну, уколы они походу не разобрались, что они будут делать. Нападать или убегать. Потому что в очередной раз мы видим у Магнуса РП. В очередной раз с этим РП желательно пойти вперед. И хотя бы убить там одного-двух героев. Но по-прежнему Магнус свой РП сейвит. Непонятно для чего. Эх, не успел. Не успел подловить здесь. На Роллинг Болдере. В итоге уходит отсюда у нас Сакса. Стан по Вихе. Вих пока должен, я с него. А Егис, я с ним Ю. Потому что стан тоже можно задоджить. Так. На Мизери подцепить. Но Роллинг Болдер будет через 3 секунды. Получаем лицо Болдер Смэш. Ну и Мизери не уезжает. Получается Дистанчик. Хейнет верхом. Пошли дальше. А Егис их не пугает. А Егис их вовсе не пугает. Выходит на мид. Без пропит не готово. Кентавр вот-вот приходит на базу. И у него также хп все еще нет. И ручку забирают. Окей. Дерзкий. Форстаф у нас. У Мун Миндера. Решил быть более мобильным. Иллюзия. Решил жить. Да? Есть два вида кентавров. Один, когда покупает блинг, он говорит, все, ребята, я до конца. Ну и дальше какие-то тараски и артефакты, чтобы просто было много хп. А вторые они прыгают, дают стан и убегают. Ну естественно, что один, что второй билд делается по ситуации. В последнее время, вообще, мода у некоторых кентавров была просто не собирать блинг. Покупать... Ну да, в тараску выходить. Да. Травелавн, Гуард, Худ, тараска и бежать на передовую. Доходишь до базы, если никого на базе нет, то вышку убивает сама себя. Прикольный билд. Тупая срота. Прям на победку. Что у нас есть? Ну, в принципе, пока зефрику не дают эмпауэр, не дают ему возможности пофармить, там, под эмпауэром где-нибудь в лесу, какие-то стаки, так что он находится аж на девятой позиции по нетворсу. Ну, на самом деле, стоило бы эти люди немножко дать подфармить, потому что, ну... Ну, пока есть кому-то. Не особо-то воюет, да. То есть, есть время, пофармить. Далее мой эмпауэр. В общем, все верно сделано. Надо ускоряться для колов. Жадно, чтобы вышку убил не один в райскинг, а чтобы еще какая-нибудь фантомочку улупила, да и все остальные подтянулись. Поскольку DCL, верен, пойдут дальше. Ну, как минимум, нужно стянуть. А эгис у деспропит есть. Его было бы хорошо разменять. При этом, медуза тоже дает солидный дэмэдж. Пусть даже она его иногда и режет, но один фиканагийщик. И врыв с эгисом. Нет? Ну да, в итоге забрали, коротки, две т2 вышки, а потеряли целый тавр на топе. То есть, слишком, слишком дешево. Колы свои два тавра разменяли. Ну, пока РП мы не видим. Да, да и Магнуса в последнее время что-то не особо видно. Че-то тоже ударился фарм. Купил себе форстав. Против Деспрофит. Не дай бог зацепить тебя с Айленсом. С Айленсу не огромного ринжа. Вот я вам показывал. Да. Себя разом спас. Да. Себя разом спас, а потом на развороте. Ну, кстати, Кентавер решил покупать Аганимчик. Отличный выбор. А у Резоля уже есть Скади. А вот большая проблема сейчас для комплекции, это Скади. Да, конечно, старт был неплох. Но... Но... Что-то пошло не так. Если Колы думают, что DC будут дефить Т2, то... Скорее всего, они сейчас разочаруются. Потому что вышку они не пушат. Дефить эту вышку нет смысла. Ты уже забрал Т2. Иди забирай Т3. Т2 на Т1 это идеальный размен. Ты как бы уже выиграл. А сейчас ты выиграешь 2-1. Там 2-2 упало за Т1. А сейчас как бы уже и Т3 подгорает. Нижняя башня силы не возвышены. Ну так, в самом-то деле весьма хорошая позиционка сейчас у нас от DC. Так что ни Аксу, ни Магнуса не ворваться. Чтобы всех прям убить. Ну и что? В итоге поймали у нас Резоль. Резоль прожимает у нас стонгейстерные големы. Винусу неприятно. Здесь Форстаф в GK пытается уйти. Ну и в принципе минус вышка. Минус ультимейт. Минус ультимейт уже у нас. Да, минус 4 ультимейта у DC. Но пока никто не погиб. Так, Виху подцепили. Виху у нас с Аегис. А без Аегиса уже, кстати, у нас Виха. Врывок неплохой пошел сейчас у нас от DC. Ну и РФ в Кастона, но дэмэджа. Дэмэджа выливать просто некому. Увы, это было в основном не под комбинацией. Под Акса. Под какой-то ВК с Эмпауэром. Так что в итоге два байбэка у нас связают полы. Чтобы продолжить свои деф-базы. Но на самом-то деле тяжело сейчас будет сделать. Для Резоль пытается пробить. Врыв от Мунниндеров. Поехал Магнус. Отвез, но недалеко. GK очень больно. GK у нас после... Нет, у нас после реконации. Пока не после байбэка. Падает в таверну. Падает Акс после байбэка. Ну и WQ для Резоль. На самом-то деле всего ДП погибло. Ценой дайбэка, атакса. И смерти всех героев команды комплексти. Ну замес. Не знаю, либо повезло DC. Либо действительно Мунниндер настолько жесткий. Насколько он мог бы быть. Он в этом замесе сделал очень крутой мув. Он прыгнул в толпу. Тогда же, когда прыгнул Магнус. И дал свой стан на секунду раньше. В итоге Магнус отстоял в этом стане 2.75. После этого он, конечно же, дал свой ультимейт. Но когда Магнус дал свой ультимейт, в это время уже половины героев были мертвы. И один Wraith King продолжал воевать. Ну да, на самом деле вот это РП. Вроде бы Акс ворвался, а потом РП вкастована. При том, что и Фантомка уже упала. Ну ладно, Фантомка суппорт. АВК упал. То есть не было дамажа с Эмпауэром. Влито в РПшку. Ну, как бы вообще ничего. Идут, кстати, в инвизи у нас Мунниндер. Нашел Зифрика. 1000 хп, в принципе, для Кентавра не проблема. Вот бац в лицо. Сверху еще и Мизери. А Грейв первого левела. Да, Грейв первого левела. РНЖ не хватает. Сорян, братан. У меня промашенный пазентач. Говорит Свиндлс и уходит. Я натерпелся, теперь я хочу убивать. Да. Говорит, нет ему Мунниндер. Свиндлс. А ну-ка, Грейв. Да, есть. Китаут. Ну, прикинь идет. Да, конечно. Ага. Выйдет. Ну, ушел. Ушел, в принципе. Он на Фонтане. Будет. Через 35 секунд. Заходит DC. Ну, Медуза появляется, Монта. Больше иллюзий. Так, братан сворвался. Подцепили. Пошел у нас, в принципе, неплохо сейчас. Стомп. И Истон здесь сверху. Мун. Больно от GK. Больно от GK. С реинкарнации. А, нет, даже без реинкарнации. С байбэка вон. Который сразу использует. А, у него левел 12-ый. 12-ый левел УВК. Маловато будет. Лишь, может, долгий кулдаун на реинкарнацию. Ну, и, в принципе, падает Свиндлс. Байбэк потрачен от GK. Ждет он реинкарнации. Рваться, понятное дело, не будет. Ближайшие 5 секунд. Ну, и канцел у нас с РПшкой. А ну-ка, давайте. И позднотач. Позднотач макшены. И минус армоз такается. Давай, канцел. По атаку. GK очень больно. Железный час. Погибает. Так, канцел. Железный час удвинулся. Позднотач. Сейчас будет позднотач. Так, врыв. РПшка. Нет, сорян, не сегодня. Вика. Отлично. Ну, без байбэка. Без байбэка. У нас GKS Windows. Грейв. Да, есть. Грейв на себя. Первого уровня. Кстати, он, по-моему, только на себя его и вешал. ГГ. ГГВП. Первыми, все-таки, Мундак покидает у нас комплекс. Эх. Но план у них был ясен. Хотели они, конечно, заценить игру в летгем, где они, там, много чего могли бы сотворить. Но, как мы понимаем, Медуза — это слишком хороший герой. Да и, вообще, слишком хороший ласпик против четырех миличников, которым очень тяжело против и ультимейта что-либо предпринять. Так что, колы вы уж простите. Конечно же, в игре там были какие-то просветы, что у них там плюс-минус могло получиться. Но решающий момент, по-моему, порешало то, что комбинация у них была немножечко сложнее. Потому что надо как-то Аксу стянуть в толпу, надо как-то Магнусу желательно влететь там двоих-троих. И для этого нужно прикладывать очень много усилий. В то время как у Digital Health было все очень просто. Медуза пошла, Медуза сагрила на себя всю команду. А в это время Death Profit и Warlock начинают заливать свои спавли. Ну да. Ну, кстати, я видел информацию, что в следующий матч Liquid у них игра в одно время еще и на Dream League. Так что, я не знаю, будет ли матч, может перенесут. Ну, спроси в конференции, может быть. Нет, ну в принципе, у меня такая разница. Я как бы на Munduck на среде всего, потому что у меня через 45 минут начинается Dota Pit. Америка. И у тебя там матч огонь. Подожди, у тебя там огонь. Да, там огонь. Голос medio гоно aging. Ой. Ой. Ой.